Всем доброго дня! Вы на канале интернет-магазина и установочном центре frontcamp.ru. У нас сегодня установки автомобиль УАЗ Патриот 2021 года выпуска. Автомобиль был в самой минимальной комплектации, то есть здесь не было аудиоподготовки. Мы установили сюда головное устройство, камера заднего вида и также установили динамики и еще дополнительно антенну для того, чтобы был хороший прием радиосигнала. Головное устройство поставили от компании White Media с размером экрана 9 дюймов. Она встает сюда через переходную рамку. Переходная рамка идет черного матового цвета, встает сюда без каких-либо зазоров по штатным местам и все выглядит довольно аккуратно. При этом это все идет нас на уровне глаз, что весьма удобно, когда мы, допустим, едем на дороге и нам нужно, допустим, обратить внимание на навигацию. Установили камеру заднего вида, при переключении на режим задней передачи у нас магнитола автоматически переходит режим камеры. Камера идет с угловым обзором 140 градусов и след подсветкой. При включении режим нейтралки либо первой скорости у нас магнитола переходит в штатный режим работы. Также адаптивность подсветка, то есть при включении и выключении габаритных обмей, у нас включается боковая подсветка клавиш и получается изменяется яркость самого дисплея. Магнитола идет с характеристиками 3 гигабайта оперативной памяти и стоит 8.1 процессор и имеется встроенный модем. Сам получается слот под сим-карту и выходы на USB. Они выведены в бардачок, то есть сюда можем подключить флешки или брифакет-носители. Сюда можно вставить сим-карту. Затем у нас уже будет доступ в интернет. Сейчас, как видим, мы к интернету подключены с помощью Wi-Fi. Вы можете, получается, сделать раздачу через телефон и уже также подключиться к интернету. Затем уже можете пользоваться такими сервисами, как Яндекс, Google. Из предустановленных приложений здесь есть Яндекс.Навигатор. С возможностями голосового поиска есть Play Market. Можем большинство приложений скачивать не только с Play Market, а еще и со сторонних ресурсов с помощью браузера. Можем просматривать видеоролики на YouTube. При этом, так как магнитола достаточно мощная, мы можем, допустим, поделить экран на две части и пользоваться, к примеру, навигатором. И тем самым, мы можем, соответственно, просматривать ролик и уже двигаться по своему маршруту. На рабочем столе здесь у нас идет минимизированное окно Яндекс.Навигатора, то есть это именно активное окно, где мы можем им пользоваться. Мобильное устройство мы можем подключить по Bluetooth для того, чтобы разговаривать по громкой связи, включать музыку и выгружать телефонную книгу. На этом все. С вами был интернет-магазин frontcom.ru. Всего доброго!